Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Строгает массированным обстрелом с севера Израиля. Только по Кирьячмоне было выпущено более 40 ракет. От прямого попадания снаряда в курятник Машао Марголиот погибли 9 тысяч птиц. Армия обороны отвечает ударами по позициям террористов. Ситуация остается крайне напряженной. Тем временем, за минувшие сутки ВВС Сахала провели серию воздушных операций по всему сектору Газа. Военнослужащие атаковали оперативный штаб Хамаса, военные сооружения и стартовые позиции. А также ликвидировали группу боевиков, в том числе ВСКО поставленного активиста террористической организации Хамас, принимавшего участие в бойне в Черную субботу 7 октября. Глава ЦРУ Уильям Бернс совершил внезапный визит в Израиль, где встретился с высоко поставленными представителями правительства, в том числе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, который заявил о необходимости продолжения политики максимального давления на Хамас, отметив, что это заставит террористическую организацию отказаться от своих экстремистских требований. Он также потребовал предоставления доказательств того, что заложники, находящиеся в Газе, получают медицинскую помощь или лекарства из Катара. В свою очередь, глава МОСАДА Давид Барнея встретился с президентом Египта и передал ему послание от премьер-министра Израиля, в котором было сказано, что операция в Рафейхе будет единичной и специальной, направленной на освобождение заложников, и начнется только после выполнения предварительных условий. Стороны также обсудили вопросы безопасности и координации действий в этом районе. В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому. В торжественной церемонии, приуроченной к 90-летию со дня рождения писателя, приняли участие его близкие, а также политические и общественные деятели. Памятник из бронзы был изготовлен местным заводом художественного литья. Отмечается, что именно в Ростове-на-Дону состоялось первое выступление Жванецкого. Писатель-сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе, а умер 6 ноября 2020 года в Москве. Он был художественным руководителем созданного им с Московского театра миниатюры и много лет вел ежемесячную телепередачу «Дежурный по стране». По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли и изданы книги. Израиль примет участие в Евровидении, несмотря на попытки бойкота. В Европейском вещательном союзе пояснили, что при принятии решения учитывали тот факт, что международные спортивные федерации по-прежнему приветствуют израильтян на крупных соревнованиях. И добавили, что намерены сохранить статус Евровидения как аполитического мероприятия, объединяющего жителей из разных стран мира посредством музыки. Напомню, что официальную петицию с требованием исключить еврейское государство из конкурса песни направили деятели культуры скандинавских стран. Наиболее активны были финны и исландцы. Возле Гидеры на автобусной остановке произошел огнестрельный теракт. Двое израильтян погибли, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Стрелок был обезврежен на месте. Полиция развернула мобильные блокпосты в районе теракта. Однако в некоторых южных городах также усилили наблюдение за въездами. В частности, в Кириат-Малахе решили держать патрули, пока не поступит информация, что у террориста не было сообщников. И последнее. Завтра после шабата на Первом Еврейском выйдет очередной выпуск еженедельной программы под названием «Община». Ее ведущий Владимир Архирейский расскажет о жизни еврейской общины Москвы ЦМК Цедок. узнать о жизни выдающихся евреев в разных уголках планеты. Все это вы можете найти в разделе «Документальные фильмы» на Первом Еврейском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова